После оттепели гололед. Морозы превратили большинство городских тротуаров в каток. Пройти по ним и не попасть при этом в травмпункт – задача номер один для саратовцев. Справиться с ней удается далеко не всем, а потому у травматологов прибавилась работа. Опасность обледеневших тротуаров на себе испытала Анастасия Куклева. Пройти по этой дороге можно только вот такими маленькими шажочками. И это в самом центре города, на пересечении улиц Вавилова и Астраханская. Асфальта здесь нет, а тротуар покрыт толстым слоем льда. Пройти по нему и не получить травму практически невозможно. Особенно это касается модниц и любительниц обуви на каблуке. Если сменить ее на более удобную вы не готовы, тогда придется учиться правильно группироваться при падении. Этот навык зимой вам точно пригодится. Аналогичная ситуация и на улице Шелковичная. Судя по толщине, лед на этом участке не убирали с самого начала зимы. Идти по улице невозможно. Только на наших глазах здесь упало несколько человек. Среди них и люди пенсионного возраста и молодые мамы с детьми. Падали пару раз уже. Ну, слава богу, целы. Так, ну, а что сделать? Уже жалобы никто не слышит наши, поэтому приходится вот так вот еле-еле ползком до дома. Падать не падали, но попытки к падению у меня знакомые падали. Пожилые люди падали, разбивали головы. Отвратительные тротуары, если честно. Отвратительные. Даже на проезжую часть выхожу. Рискую, как говорится, это жизнью. Это, конечно, безобразие. Городские власти постельно вывозят снег с улицы, посыпают тротуары песчано-солевой смесью. Но чтобы убрать лед со всех пешеходных дорожек, необходимо время. А вот за территорией возле учреждений и магазинов должны следить их владельцы. Но делать этого они не спешат. Мы сделали заявку в смежные службы, чтобы приехали, нам как бы лед этот как-то убрали. Потому что силами магазина, вот я вам еще раз говорю, мы сегодня колотили здесь лед, посыпали солью, но здесь уже нужна специальная техника. Те, кто на ногах устоять не смог, занимают очередь здесь. Трампункт в Кировском районе за последнюю неделю принял более 400 человек. Большинство из них получили травмы на улицах города. Юрий упал при выходе на проезжую часть. Диагноз ему пока не поставили, но рука, признается мужчина, болит сильно. Сшел за ребенком в школу, дорогу переходил, подскользнулся, дороги скользкие, упал на руку. Ну и решил обратиться в травмпункт, подглядеть, потому что очень болит, отекло. Доктор посмотрел, направил на рентген. Павел Семидоченко – травматолог с многолетним опытом. Говорит, в зимний период переломы и ушибы – дело житейское. Чаще всего горожане обращаются с травмами лучевой кости и лодыжки. Восстановление после них занимает от шести недель до полугода. Виной всему считает врач неудобная обувь. Можно сказать, что от свойств резины или пластик, из которого подошва, зависит очень много. Тут уже надо подумать о том, что применять какие-то специальные средства, продают специальные приспособления, которые надеваются на подошву, чтобы ходить более устойчиво. Вот это рекомендовал бы всем. На начало недели с травмами из-за гололеда в больницах побывали более 650 человек. И эта цифра растет с каждым днем. Чтобы не попасть в число пострадавших, необходимо передвигаться осторожнее.